Привет, друзья! Вось на тыд не доведался, на тыд не доведался, что Россия заборонила увоз беларуских продуктов, у них знайшли кишечную палочку и антибиотики. Так как так отримливается? Неужо беларуские предприемства травят неякосным харчам наших российских братов? А что ж тогда сказать про беларусов, когда мы знаем, что на экспорт у нас идёт только самое лучшее? Давайте будем разбираться с этим. И разбираться мы будем разом с Вольгой Павук, потому что нам разом доводится в субботу ездить на межу с Беларусью. Зараз с Вильней уже по скайпу и вайберу немогчимо дотелефоноваться до некоторых министерств, и особенно до регионов. Поэтому сегодня не только буду я вещать аллеи Вольга Павук. Сейчас российская сторона Роспотребнадзор часто блокирует беларусские продукты питания из-за нарушения бактериологических показателей. Это вопрос не относится к компетенции. Подождите, дайте я вопрос задам сначала, потом вы решите. И меня интересует, как вообще обстоит дело с продуктами, которые остаются внутри страны, и достаточно ли контроль осуществляется за тем, что попадает на полки в магазины, и как бы почему в России блокируют, а что внутри страны. То есть меня интересует безопасность продуктов, которые мы сейчас покупаем в магазине. Как проверить, что действительно они качественные? У нас все продукты качественные. Торговля принимает товар с документами с качеством. А то, что вот там запрещают, это что в России, это получается некачественные продукты? Вопрос некомпетенции моего управления. Но подождите, но вы по начальнику управления общественного питания. А у вас какая компетенция? У меня компетенция как регулятора внутри республики. Это значит, что мы регулируем вопросы, касающиеся организации торговли и общественного питания внутри республики. Вы, значит, поставки вот этим занимаетесь, а вопросы безопасности – это не ваша компетенция? Министерство здравоохранения. А вот когда отправляют, например, на экспорт, это компетенция вашего вообще? – Нет, нет. Вопросы экспорта – вопросы Министерства иностранных дел. В Министерстве иностранных дел. То есть продукты, которые отправляются на территорию других стран – это компетенция Министерства… …экспортом наше Министерство не занимается. Все вопросы, касающиеся внешнеторговых операций – это не вопросы нашего Министерства. Министерство иностранное дело регулирует общие вопросы регулирования экспорта. Оно не занимается поставками конкретных товаров. Вопрос по вашей компетенции. Например, если в моей деревне, там где живут мои родственники, там в деревенском магазине часто нету некоторых продуктов. Например, рыбы замороженные, часто не бывает фруктов. И скажите, вот по таким вопросам это к вам обращаться? Вы должны мне сказать, какой магазин? Давайте. Городская область, Октябрьский район, деревня Волосовичи. И там вот реальная проблема с мясом. То есть если оно даже замороженное привозят, оно страшное. А если рыба, например, то после разморозки она реально разваливается в руках. Ваше обращение мы перенаправим по компетенции. Какие у вас еще вопросы? Все еще в компетенции я так и не попала. Все ясно. Нету к вам вопросов, компетенции, ваша непонятная. До свидания. Что ж, оцените, кали ласка, в комментариях отказ представницы антимонопольного министерства. А сейчас мы будем разбираться с наступной инициативой силовиков, которые отреагировали на инициативу наставников. Вось, яких по всей Беларуси затримливаются, выкликают у КДБ. Силовики зацекалися педагогами, которые были объединены инициативой Адукованка и их чатом. Там обмерковывались уроки технологии, выкладания материалов и иншая. Да, слушаю вас. Петр Николаевич, вы, конечно, по науке инновациям, но не совсем к вам вопрос, но вы его запишите. Думаю, что вам известно о том, что объединений по методической работе всегда недостаточно. И хорошо, когда учителя могут объединяться, брейнстормить идеи, улучшать процесс, сделать его более эффективным и так далее. Но вот белорусы создали такое объединение методическое, как Адукованка. И белорусское государство, так как это не исходит от министерства образования, признало его экстремистскими. Учителей, которые входили в состав этого объединения, теперь задерживают. Какие альтернативы может представить министерство образования белорусским учителям для действительно эффективной работы в средней школе? Потому что Настауницкая газета не является эффективным средством получения информации. Записал. Ольга Викторовна, ну вы правильно обратили внимание на предмет сегодняшней моего прямой линии. Я все-таки более компетентен в вопросах науки и образования. Поэтому я рекомендую вам обратиться в профильное управление министерства образования. Хорошо, но это прямая линия. Я знаю, что вы передаете вопросы, которые поступают. Я передаю, я его зафиксирую. По вашей специализации вопрос. Вот в условиях диктатуры. Реально ли строить действительно инновационные какие-то научные проекты? И где наши Илоны Маски? Почему так получилось, что Беларусь и наука теперь как-то невозможно связать в одном предложении? Ольга Викторовна, я вынужден прекратить свою беседу. Да, потому что вам нечего сказать. Нет, потому что вы почитаете это постановление, там прямо написано, что это за основание. Да, и это постановление выпущено диктатурой для того, чтобы ограничить... Да, Ольга Викторовна, спасибо. Всего доброго вам. А что ты обижаешься над диктатурой, если это наш бренд, ваш, Миротея? Идем далее. В Беларуси вспышка пневмонии. У больницах шмат пациентов. Докторы делятся с нашей Нивой своими назираниями. И все лето выпадков захворывания на COVID-19 значительно больше, чем было у аналогичный период минулого года. Давайте запытаемся у кого-нибудь, как ситуация. Сейчас вот коронавирус растет. Скажите, а больница наша подготовилась уже к следующей волне? Конечно. Все хорошо? Конечно. Инфекционное отделение полностью готово. К каждой кровати подведена кислородная точка. То есть пациенты с COVID-19 поступают, они лечатся, помощь оказывается, все. То есть, ну... Если что, компьютерная томография делается прямо вот здесь и сейчас. То есть никаких вопросов не вижу. В достаточном количестве есть тесты. Только что подход теперь будет по-другому. Боничные листы будут выдаваться только пациентам с наличием клиники. Никаких контактов первого-второго уровня не будет. Пациенты есть, поступают. Одни поступают, другие... Особенно хорошо поступают те, которые съездили отдохнуть. Все привезли COVID. Заразили своих родственников, там, тесть, тещу, швагру. Их сами завалили. А с какой стороны больше привозят? Или вообще из любой? Египет хорошо везет. Очень Египет. Турция и Египет так везут, что вот просто фантастически. Понятно. Понятно. Ну вот, надо, чтобы дома сидели. Вот тогда будут здоровые. Правильно. Если что, можно отдохнуть в Белоруссии. Правильно. Хорошо. Тогда спасибо. Держитесь, работайте. До свидания. Вадька, молодец. Вось вы бажите коронавирус? Я нет. А ли он и снуе? Давайте иншу тему. Стримы, которые мы заслужили. Вот в Драгичине, в школе, школьникам из школы номер один каратели провели онлайн стрим с осуждением к 10 годам лишения свободы, отбывающим наказание в исправительной колонии. Давайте потелефонуем туда у Драгичин и запытаемся ли кого-нибудь чиновника, что он про это чул. А вы бы хотели, чтобы ваших детей на такие мероприятия привлекали? Понимаете, я не знаю, какое это мероприятие было, какая тематика, я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, но у вас же прямая линия, вы, пожалуйста, тогда запишите. Ольга Викторовна. Адрес ваш? Угомельская область, ГП Октябрьский. А при чем тут первая школа наша, скажите? Слушайте, а какая разница? Я не хочу, чтобы в моей школе, например, такое было. А вы там уже такое делаете. Я думаю, кто вас надоумил вообще такими вещами? Да, вы уверены, что это делалось? Конечно. Так ваша районная газета хвастается. Наша районная газета хвастается. Да, вы что, не выписываете? Вы выписываете нашу газету района? Я подписана на телеграм-канал. А, даже так, хорошо. А вы подписаны на телеграм-канал свои районы? Конечно, я все подписан. Я на телеграм-канал наши районы газеты, и выписываю газету в печатном издании. Так вы ей только группку палите, или вы ей еще и читаете иногда? Группу полить есть другие способы, а газету читают. Ну а что не так? Давайте, это Гомельская область, дальше. ГП Октябрьский, улица Советская, 66-12. Мне так удивительно, что вы все записываете на некие там огрызки бумажек, когда вы уже можете сделать и картотеку какую-нибудь электронную. Вы знаете, другой раз лучше на бумагу записать, чем на компьютере. Кому как удобно. Кому удобно на компьютер, кому удобно на бумагу. У нас не огрызки бумаги, а формата 4 бумага. Знаете, какой формат? А вот вы, кстати, потом что делаете с этими А4 бумагами? Вы их подшиваете куда-то, где-то храните или как вообще происходит? Ну, это заполняется, потом карточка мы заполняем это вот. И специалисты, кому адресовано, он ответит вам на это, как его, на вашу просьбу. И он хотел сказать, как он потом нам даст отказ, коли не ведая особистых данных. Но совесть прервалась, и мы больше ему не захотели телефоновать. А сейчас мы поглядим беседу с представником Министерства транспорта. Это у него дзюосное прозвище. Комиком Ильей. Комиком Ильей. И пытание будет про то, чему гарать наши мазы. Вы как-то отслеживаете качество производства, и почему вообще такое происходит? Вы там разбирались у себя, потому что, ну, не везопасно. Последний же автобус, возглавляю, когда он тут, я в новостях не видел. Так, вот последний автобус, загорелся. Не, ну, знаете, я вам просто говорю, что если вы не видели это в новостях, это не говорит о том, что этого нет. Так, это первое. Второе, вопрос мой не про то, видели ли вы, а меня интересует. Вы разбираетесь в причинах этих возгораний? Провели ли какие-то, не знаю, внутренние расследования? Не знаю, можно ли прочитать какие-то результаты этих расследований? Почему вообще такие ситуации случаются? Ну, если вы волнуетесь о своей безопасности, вы можете обратиться за разъяснение к перевозчику, который осуществляет перевозку этими автобусами. Ну, надо не забывать о том, что, во-первых, у нас качество, ну, не то, что не качество, а безопасность автобуса зависит от его обслуживания. Вместе с тем, в принципе, по всем вопросам, ну, вопрос у нас держится на контроле. В том числе и вопросы возможного, ну, улучшения пожарной безопасности автобуса. Таких ярких случаев я вот уже не припомню. Ярких? Да, ну, ясно, ярких случаев вы не припомните. А сейчас иншая проблема. Вот под Минском заметили массовый мор рыбы. Сколько дохлого карася, просто его здесь тонна. Мы дотелефоновались у Министерства природы и каких-то там ресурсов. Послухайте, что было. Друзья, ну, в общем, вот по вашей компетенции, у нас здоровая вот эта аква-система? Понимаете, я вот сам рыбак, да, и буквально вот в начале сентября был в отпуске, там, пару недель. И наблюдаю вообще состояние и поведение за рыбой, да, когда прекращается клев, когда... Ну, то есть, в этот год для меня какой-то аномальный в части рыбалки. Потому что точно в таких же условиях, я имею в виду, когда, значит, канал, ну, я ловлю на нашем главном канале Эвилейско-Минской водной системы, и каналу свойственно постоянно двигаться, потому что работает насосная станция, то есть работает по принципу реки. Но периодически насосы отключаются. Вот когда насосы отключают, клев полностью перестает. Хотя в прошлом и позапрошлом году рыба клевала и при движении воды, и при стоячей воде. То есть... Как вы думаете, что это может быть? Это играет давление. Тем более, посмотрите, какая погода в этом году. Когда последний раз был дождь? Ну, давно. Ну, месяц, наверное, да. Ну, пусть недели три назад. Хорошие. Это все тоже сказывается. И на водном объекте, потому что вода застаивается. Если брать закрытые, например, водоемы, вот как ваше Койденовское озеро. Вода застаивается. Начинается цветение. Когда и работает вода, когда вот есть движение там на реке даже, либо осадки, тогда трава и все вот этот растительный мир, он не так цветет и гниет. Ну, а у нас есть какие-то ресурсы для того, чтобы с такими проблемами справляться? Потому что, ну, потепление, оно как бы нарастает. Думать о том, что в следующем году не будет такой ситуации. Самонадеянно. Вот разрабатываете ли вы какие-то меры для того, чтобы противостоять вот этим неблагоприятным? Вы знаете, я вот, конечно, все детально вам не расскажу. Но, по крайней мере, знаю, что есть какой-то был в прошлом или позапрошлом году разработан и утвержден план мероприятий, значит, по заморным явлениям, по предотвращению заморных явлений. Колб Василь нас запевнивал тем, что ситуация с дохлой рыбой контролюется. Сувясь оборвалась а потом, и уже я особисто ему перетелефонувал. На этом я с вами развитываюся живее Беларусь до сустречу в эфиры. И наприконцы доглядите эту нашу размову с Василем Колбом Пакуль. Леса горят в Чернобыльской и Причернобыльской зоне. Как у нас радиация в атмосфере? Можно обратиться в Белгидромет, значит, и они Вас проинформируют в целом о ситуации и о радиационной обстановке. Вы не в курсе, Вам не интересна эта проблема. Появился радиационный фон или нет? Значит, послушайте, я занимаюсь направлением геологии. А это Вы по нефти, значит? Ну, причем сразу по нефти. Я по всем полезным ископаемым, да. В том числе и по нефти. Но нефть нам нужнее, чем все остальные полезные ископаемые. Понимаете, у нас горнодобывающее направление или промышленность, она достаточно широкая. Для цеменщиков нужен мел, для нефтепереработки нужна нефть, для дорожников нужен песок, гравий, щебень. То есть, ну, нельзя так сказать, что нам только надо нефть. Ну, я делаю вывод из заявлений Александра Григорьевича. Понятно, да, нефть у нас самая дорогая. Мы производим продукцию, бензин, топливо и так далее. Но мы же нефтью сегодня дороги не будем поливать, правда? Ну, пока нет. Ну, и не будем, конечно. Чем больше нефти, тем больше будет у нас и валюты, и сможем мы купить, к примеру, тот же асфальт. Но вопрос в другом, что будут делать люди? Люди будут достаток повышать от продажи нефти. Понятно, но где они задействованы будут, если завтра мы не будем разрабатывать свои меловые карьеры и заводы закроем, а все купим? Нет, ну, люди будут просто сидеть и наслаждаться жизнью там. Ну, как в странах Балтии. С полностью на дотациях Европы и все на этом. Так у нас же колхозы все на дотациях от государства тоже. Нет, подождите, но колхозы у нас же не сидят, колхозы сегодня работают. Так они работают и не зарабатывают, понимаете? Они просят на горючо-смазочные материалы, просят кредиты на зарплаты работникам. Еще что-то просят постоянно на корм скотине. Ну, и целые районы на дотациях сидят. Так что же вы сразу... Ладно, там страны Балтии, так они еще в шоколаде. А вот носите, по сравнению с Белоруссией. Им еще Европа поможет, а нам Европа не помогает. Россия. И та вся в войне. Ладно, давайте мы уже не будем про это, раз уже заделиться. Ну, вы сами начали, вот вам страны Балтии не дают покоя. Вы занимаетесь Белоруссией? В странах Балтии нефти тоже нету, а они как-то получше живут, чем в Белоруссии нефтью своей. Ну, я бы, конечно, с вами в дискуссию вступил, но в данном случае это не тема нашего... А вы были в странах Балтии? Вы туда ездили? А вы журналисты или кто? Не, мне просто интересно, а что вы вообще страны Балтии приплели? Вот я, например, не была и мне даже не знаю, как они живут. А вы ездили, видели? Почитайте, нет, я не был там, я просто читаю про это. Почитайте любую информацию, ну, экономического плана, да. А где вы читаете про Литву? Так, давайте мы все-таки, может, про заморное явление продолжим, или уже все, вопросов больше нет. Нет, вопрос такой интересный, вы ни разу не были в Литве, и вы рассказываете какие-то... У нас, кроме Литвы, там еще есть и Латвия с Эстонией. А вы были в Латвии? Я не был. Так, а что вы тогда рассказываете? Вы... у вас есть какой-то интерес к этой теме, или что? Нет, это у вас какой-то интерес. Я вам просто привел пример. Но вы привели пример, не понимая вообще, как там вообще происходят все эти дела. Вы знаете, что такое дотация Евросоюза? Я знаю, что в моем районе вообще район не смог бы функционировать без дотации из республиканского бюджета, потому что они не зарабатывают на себя вообще ни в какой сфере. Вообще ни в какой. У нас зарабатывают только Жлобинский район, Солигорский район, Минск. И что там еще зарабатывают? Витебская область вся дотационная. Ну, в Гродно там лучше как-то, и то, что они к Литве поближе. И вам не стыдно? Вы взрослый мужчина, и читаете какое-то барахло, и даже не имеете представления, и заявляете на прямой линии, что, видите ли, Литва хуже живет, чем белорусы. А я сказал, что хуже живет? Ну, вы сказали, что они все на дотациях тут побираются прям вообще. Нет, вы не понимаете. Я имею в виду, что они не работают и сидят на дотациях. Так а зачем работать, если можно не работать? Вы понимаете, что мы же не созданы для того, чтобы утрудиться всю жизнь. Ну, вы же знаете, что в Белоруссии средняя зарплата какая там, 2000 рублей, а в Литве 2000 евро, а цены одинаковые. Так, ладно, вопрос, я же не министр экономики и не работник Министерства экономики. Что вы мне сейчас пытаетесь доказать? Поэтому вы поддержите от таких заключений просто тактой евро. Нет, нет, я вам высказал свое мнение. Не надо мне здесь говорить, о чем я должен выдерживаться. На положении это официальный формат общения. Тут свое мнение вообще... Так и зачем вы мне, вы мне сейчас говорите воздержаться? В чем? Да нет, я согласен, что вы молодец, вы должны выражать свое мнение. У нас мало чиновников, которые выражают свое мнение вообще. Оля, ты извинись, пожалуйста. Вы мне не надо закрывать рот. Вы позвонили на прямую линию, пытаетесь мне тут рассказывать. Если у вас интересы к тем странам, ради бога, это ваша позиция. Я попрошу прощения за свою жену сам. Извините, пожалуйста, меня за то, что я ее не воспитал. Ничего, ничего. Значит, по заморам я, в принципе, понял. Значит, ну, определенную информацию вам постараются предоставить. И в целом проводимая работа. Значит, по радиационному фону я вам рекомендую обратиться сейчас в Белгидромет. Спасибо большое. Пожалуйста. Не обижайтесь. Пожалуйста. А я вам скажу, что вы вообще как чиновник очень ненадежны, потому что чиновник, который не хочет, чтобы ему затыкали рот, не должен работать в белорусской системе. Я вам еще раз говорю. Я вам высказываю точку зрения ту, которую считаю. Я вам не сказал что-то плохое. Я вам просто говорю то, что я слышу, то, что я читаю. Что? Вы мне сказали неправду. Ну, это свое мнение. Она не должна быть правдивой. Я не могу ее просто утихомирить. У меня такая супруга. Домашнее насилие просто какое-то. Ну, ясно. Но, знаете, без обид, но она вот немножко, мне кажется, такого оппозиционного плана. Да, надо... Андрей, позвони, куда надо. А у нас есть, может, какая-то служба социальная, где можно на жену пожаловать? Не знаю. Может, и есть. Может, милиция. Но у нас просто президент Александр Григорьевич за домашнее насилие. В общем-то, он как-то там рассказывал, что Колю как-то он воспитывал тоже. Давайте не будем. Да, давайте не будем. Это все заканчиваем. Да, хорошо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...